Мы продолжим темой, которую снова обнажило, ну или напомнило дело Савченко на этой неделе. Эта тема очень острая для Украины. Пять миллионов серых стволов и гранат. Это столько оружия сейчас находится на руках у украинцев. То есть, по грубым подсчетам, пистолет или взрывчатка есть у каждого восьмого. Результат такого глобального вооружения хорошо виден в ежедневных криминальных сводках. Выяснять отношения с гранатой в руке становится уже привычным делом. А значит, никто и нигде не может себя чувствовать в безопасности. И если себя депутаты на этой неделе разоружили, ну, тем самым обезопасили, то как обстоят дела с простыми украинскими гражданами? Готовы ли наши службы к новым взрывоопасным вызовам? Любовь Куклова я сняла. Взрывные реалии нашего времени. Любое того сделано замечание, оно может обернуться трагедией. Почти ежедневно взрывы и перестрелки. Пояснять отношения с гранатой или пистолетом становится обыденным делом. Столичный супермаркет. Пьяный мужчина открыл стрельбу из пневмата, потому что кассир не нашла сдачу. Пальный район Киева. В полицейских бросили боевую гранату в ответ на просьбу предъявить документы. Такого уровня злочинности Краина не видела даже в 90-е. Как можно заявить о покращении уровня общественной безопасности? Понижение злочинности? Это никак. А все потому, что Украина сейчас новоднена нелегальным оружием. Однозначно, наибольший нелегальный рынок вот такой черной необликованной зброи – это самая Украина. И сегодня, за оценками международных, очень известных, вызнанных компаний, такой зброи у нас до 5 миллионов одиниц. Сейчас купить серый ствол – не проблема. Продают на закрытых форумах, в интернете. Но кроме нелегальных пистолетов, в стране тысячи людей владеют наградным оружием. Это отдельная каста награденных. Среди них и законотворцы – народные депутаты. Раньше наши неприкосновенные даже на работу могли приходить с оружием. На меня сейчас нет оружия, вы видите это? Да, у меня есть оружия, но я никогда не хожу в парламенту с оружием. Больше того, я в людных местах не хожу с оружием. С оружием для самозахиста, а не для нападов. Вот когда додому кто-то до меня лезет, в лоб выстрелю ни секунды, ни думающих. Захищающих своих детей, свою дружину, своих собак и свой дом. Но теперь и им закон писан. Депутаты решили разоружиться после истории с гранатами Савченко. И отныне в госучреждении, к примеру, вот в это здание под куполом. Только через рамки и сканер. А если хочешь войти поработать, ствол придется оставить в специальном сейфе. Вот только новшества эти понравились не всем. Известный боец парламентского фронта Владимир Порасюк даже потасовку с бойцами госохраны устроил. Отказался проходить через рамки и рентген. Это не оружие. Это не оружие. Ну что вы меня руками щипаете? Может я прийти на свое рабочее место? А я не хочу. Ну я не хочу. Ну я вам поясню. Это не оружие. А я не хочу. Вы меня заставляете это сделать? Я змушен это делать. Теперь обязан. Хотя главное оружие Порасюка – кулаки и ноги. Сам он почему-то за новый закон не голосовал. Но если себя депутаты защитили неплохо, есть и рамки, и рентген, и бойцы госохраны, то как обстоят дела с другими учреждениями? К примеру, обычные суды. Ведь вооруженные конфликты в них тоже явление частое. Самый трагический пример Никополь. В прошлой осени во время слушания дела об убийстве мужчина взорвал две гранаты. В результате двое погибших, десять раненых. А все потому, что с охраной судов у нас беда. Раньше этим занималось спецподразделение «Грифон». Его ликвидировали, а новое не создали. Во многих судах металлоискателей нет. Или они не работают, как до сих пор в Никополе. Вот один из судов Киева. Хотя больше здания напоминают проходной двор. Меры безопасности, рамки и турникет на входе просто показывают достоверение журналистам. Все, никакого досмотра вещей. А это столичная подземка. Метро – потенциально опасный объект. Докрытое пространство, много людей. Именно его часто выбирают преступники для атак во всем мире. В метрополитене часто выявляются особо опасные взрывчатые вещества. Тротил, пластид, взрыватели к ним, которые сами по себе тоже взрыватели к гранатам. Только в Киевской подземке за этот год задержали 30 человек с оружием. Буквально вчера полиция на станции Житомирская поймала мужчину с тротилом. Он ехал в центр. Зачем – неизвестно. Миллионы серых стволов и гранат в стране. Что делать с таким нелегальным арсеналом, пока не понимает никто. Ровно и так, как противостоять потенциальной опасности. Я могу сказать, что противостоять человеку, который находится в неадекватном состоянии, в этот момент он достает там какой-либо вид оружия, пусть холодного, пусть огнестрельного, это только удел профессионалов. В полиции створен специальный подраздел «КОРП». Он створен для того, чтобы задействовался в специальных операциях по снижкоджению У «КОРД» действительно подготовка серьезная. Но вот обычные патрульные к таким вызовам времени готовы далеко не всегда. И часто сами становятся жертвами вооруженных нападений. Профессиональная подготовка патрульной полиции, она, к сожалению, очень ощутимо отстает от реалий сегодняшнего времени. Это связано с тем, что кадры жутко неукомплектованы. Это центр, где учат самообороне. Все по израильскому образцу. Здесь, к слову, в подготовку проходят и бойцы «КОРД», и патрульные, и личные телохранители. Инструктор Виталий Алексеев говорит, занимается очень много людей. Всех учат, что делать при вооруженном нападении. Лучшая защита – это скорость при отсутствии оружия. Соответственно, убегать желательно не по прямой линии. Так, чтобы, когда человек просто отдаляется по прямой линии, он просто все же становится легкой мишенью. Но снова уже шансы очень малые. Здесь моделируют разные ситуации. Атаку на улиц, в магазине, в квартире, в центре даже стены двигаются. Есть возможность покататься вперед-назад, отработать какие-то задачи в движении. Смоделируем ситуацию. Допустим, на нас напали с огнестрелом, когда мы за рулем и в пробке. Как реагировать, если у нас тоже есть оружие? Машина, которая не может уехать, становится опасным объектом, поэтому ее нужно срочно покинуть и использовать как укрытие. А вот если оружия нет, нужно максимально быстро покинуть автомобиль. Это знания, которые точно не помешают в новых украинских реалиях. Сообщениями о взрывах и стрельбе пестрят информационные ленты. Но все же очень важно, чтобы государство решило проблему с оружием и безопасностью всех своих граждан, а не только неприкосновенных. Любовь Кукла, Елена Зорина, Инна Тобина, Сергей Килибник, Оксана Алексеева и Александр Кузнецов. Подробности недели. Телеканал Интер.